...малая часть. Я знаю, что президент давал поручение губернаторам лично заняться этой проблемой. Мы провели во всех городах, где собирали материалы, массовые мероприятия, чтобы напомнить губернаторам о взятых обязательствах. Например, в Брянске, где в очередь в детский саду стоит 6 тысяч человек, на 413 тысяч человек населения. То есть каждый 70-й включает стариков и младенцев. За это время, прошло полгода, было возвращено два детских сада из 62-х. Дело, конечно, сдвинулось в мертвой точке, но чтобы оно перешло в активную фазу, мы хотели бы попросить вас взять этот вопрос во свой личный контроль. Я уверена, что это ускорбит процесс и заставит ответственных на местах принимать нужные решения. Спасибо, не ждаю вас. Вместе с вами. Во-первых, это очень хорошо, что вы эту проблему занимаетесь. И второе, если он молодой, то все-таки наверняка, вы знаете, это совсем недавно, лет 5-6 назад. У нас страна, это в таком гемографическом веке, что оказалось, что из него никогда не выбраться. Население резко сокращалось, и рождаемость была очень плохой низкой. Это большой вызов, как сейчас можно говорить, большая проблема для любой страны. Кстати говоря, практически во всех странах Европы, все страны Европы практически сталкиваются с такой же проблемой. Мы инициировали тогда большой гемографический проект, там и украинский капитал известный, и целый набор других мер по стимулированию рождаемости. Удивительно, но это дало положительный эффект. Не только опять-таки, конечно. Прежде всего, думаю, что он сам все рассказывал, прежде всего, это все-таки результат изменения лучшей ситуации в экономике. Сокращение количества бедных, просто реальных доходов, хотя, конечно, у нас еще далеко до идеала и насущего проблем с доходами микроэнергии. Но сейчас только в паре наступал, говорил про среди нас, скажем, муниципалитет, получается, очень мало, я так же говорил. То же самое с учителями и с питателями в детских садах. Но все-таки эффект оказался существенным, занятным. Возле была другая проблема, теперь не продает в детских садах. Ее нужно решать по целому в период отравлении, действуя по целому в период отравлении. Нужно возвращать ранее утраченные помещения. Не всегда это уже можно исследовать, потому что, к сожалению, там, где действовали в рамках закона, но одно, собственно, его можно и почти невозможно получить. Значит, ну там, где можно вернуть, где лично находится муниципальная, либо передана в региональную собственность, нужно вернуть предназначение. Первое. Второе, нужно строить новое заведение, где дошкольные, детские дошкольные. Третье, нужно создавать частные детские сады, нужно создавать селения детские сады. В общем и целом, почти везде, практически во всех субъектах Российской Федерации принято соответствующие программы. Но это нуждается в постоянном, в постоянном подталкивании, как со стороны общественных организаций, такие как ваши, так и со стороны федеральных органов власти. Вместе с вами будем обязательно продолжать эту работу. Мы добьемся того, чтобы у нас в этом смысле была ситуация комфортная. Это особенно важно для женщин, для молодых женщин, которые получили профессию или получили какую-то профессию. И если они очень долго вылетают из этой профессии, то вернутся назад очень сложно. И это становится сдерживающим фактором для расширения семьи. Это действительно очень важная и острая проблема. Обязательно будем продолжать настоящего, будем продолжать решать этот вопрос. Смотрите вы.